Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Мне 38 лет, мужу 45, ребенок 4 года, жена 13 лет. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что я так и не понял предмет ваших отношений. То есть, понимаете, изменение вашего мужа, а вы говорите, я помню, что он спельчивый, нервный, все время взрывается на пустом месте, да, на ровном месте. Вот вы говорите, что устали от выяснения отношений, и вы говорите, я помню, что не знаете, что делать дальше, потому что, с одной стороны, выяснять отношения не очень хочется, с другой стороны, терпеть грубости тоже. Так вот, я так и не увидел здесь предмета ваших отношений, я не увидел того, что вас связывает, я не увидел того, что вас объединяет. Вы женаты 13 лет, давайте посчитаем, сколько это. Вам сейчас 38, значит, вы вышли замуж, когда вам было, если я правильно посчитал, вам было 25. Мужа, соответственно, ну, как бы понятно, да, что на 7 лет больше. И здесь важно понимать, что когда человек, ну, 13 лет срок большой, и действительно могли какие-то изменения произойти, если бы потому что он перестал быть спокойным с вами, даже если он таким был, что-то подпособствовало тому, что он перестал быть спокойным именно с вами. Но, это не главное. А главное все же именно то, что я не увидел из вашего текста, что вас объединяет. То есть, я понимаю, что, может быть, вы об этом и не написали. Вот. Но я не увидел, что, что между вами общего. Кроме детей, да, да. Вот. И, как бы, ну, вот этого вот стажа в 13 лет. Что между вами общего там? Как бы, не понятно. Пока что. Так. Муж вспыльчивый, нервный человек, как я сейчас понимаю, таким был всегда. Мне кажется, что здесь вы его обесцениваете. То есть, мне кажется, что вот именно говоря о том, что он был всегда каким-то, вы его обесцениваете. Раньше был другим. Даже если его вспыльчивость и нервность сохранялась, он все равно был другим, потому что он с вами был спокойным. Это в отношениях с вами он, как бы, начал позволять себе, себя так проявлять. Дальше. В начале нашего знакомства он был очень уравновешенный со мной и казался идеальным. А вот это интересно. Человек, который кажется идеальным. То есть, вы искали идеального человека, вы хотели видеть идеального мужчину. Понимаете? Для чего? То есть, по каким-то причинам, о которых вы так же ничего не говорите. Вы идеализируете мужчину вначале. То есть, вы находились в определенном состоянии и находитесь в нем сейчас. Только сейчас вы находитесь в этом же самом состоянии, но с другой стороны, которое мотивирует вас идеализировать человека. Который мотивирует вас возлагать на него какие-то надежды и ожидания. Предполагаю, что факт, который вы уделяете уравновешенности вашего мужа, означает нуждаемость в этом, в этой уравновешенности. Предполагаю, что нуждаемость в равновешенности является следствием чего-то. Не буду пока предполагать чего. Но, тем не менее, если вы говорите, что он казался идеальным и очень уравновешенным, это говорит в первую очередь о вашей потребности в этих качествах. И теперь ненадолго я предположу, что полностью с вами солидарен и скажу, что если вы понимаете, что он был таким всегда, но вы не обращали на это внимание, вы это делали. Опять же, для чего-то. То есть я почему-то думаю, что, например, со мной он так общаться не будет. То есть тут идет идеализация человека. За идеализацией всегда скрываются потребности и желания. Их нужно выяснять, их нужно исследовать. Ну, может быть, не обязательно, только желания. В данном случае это могут быть и страхи, и притязания. Но в то время, или в то же время, наверное, говорил, что он и кричал на маму из-за того, что сам забыл утюг на рубашке и сжег ее. В последствии чего в последние годы делал вывод, что вспыльчивый нервный он был всегда, а не стал только сейчас. Вы как будто бы, вот знаете, вы пытаетесь оправдаться вроде бы, но по факту и вариант, что он таким был всегда, и вариант, что он стал таким сейчас, вызывает вопрос. В первую очередь, к вашему поведению, если он был таким всегда, что мотивировало вас не обращать внимание на это, по сути, игнорировать. То есть, понимаете, какая штука. Игнорирование, это ведь не отношение. То есть, если я что-то игнорирую, я избегаю, избегаю этого. Но не относился к этому как-то. Понимаете, да? Ну и, соответственно, это вот вне зависимости от того, какой из вариантов веры, все равно это к вам вопрос. Я никогда не придавала таким моментам значения, ведь это не касалось меня, со мной было само спокойствие. Вот, как бы вера в то, что с вами так не будет действовать. Здесь я могу предположить следующий момент. Смотрите. Есть я, есть вы. Я вижу, что вы кричите на других людей, ну, на окружающих людей. Но со мной вы ведете себя очень, очень спокойно. Со мной вы ведете себя очень равновесно. И я не обращаю внимание на то, что вы кричите. Ну, возникает логичный вопрос. Почему? Почему вы кричите со всеми, кроме меня, а со мной ведете себя вполне себе адекватно? С чем это может быть, скажем так, связано? И ответом на этот вопрос может быть следующее. Вам от меня что-то нужно? Вы от меня чего-то хотите. Понимаете? Какая штука. Вам от меня что-то нужно. Но обращаете ли вы на это внимание? Обращали ли вы внимание на то, что ему может быть что-то опасно. Либо, на данном случае у меня, либо вы верите в собственную и свою исключительность, как я верю в исключительность того, что вы общаетесь со мной лучше, потому что я какой-то особый. Понимаете, да? Дальше. Сейчас он может спринуть на равном месте, потому что ему кажется, что к нему относятся недостойные, касается всех, не только в отношении меня, он одинаково воспринимает всех. Тем более, здесь опять же ситуация двойственная. Если он так относится ко всем, то дело явно не в вас. По какой-то причине вы воспринимаете это на свой счет, что как бы не соответствует. С другой стороны, очевидно, что вам обидно, что вас не выделяют, что относятся к вам так же, как ко всем. Вот это вопрос, это вопрос ощущения ценностей. Ему кажется, что от него что-то скрывает, прекрасно понимает, о чем он говорит, но делает вид, что не понимает, увели бы тот ответ и так далее. Ну, тут, конечно, первый и самый важный вопрос, считает ли мы сейчас от проблем. Вот. Если считает это одно, а если нет, это другое. Дело в том, что здесь могут быть варианты психопатологии. Вот, и, соответственно, без коррекции будет довольно слой. Очень злится, проявляет агрессивный слой, только очень агрессивно разговаривает. Понимаете, что это связано с мамой? Возможно, это связано с мамой, но важно понимать все-таки, что ваш муж отдельный человек, и что даже то, что это связано с мамой, не означает, что важно уделять внимание этой связи. Необходимо все-таки именно человека воспринимать как некую самостоятельную единицу. Вы же здесь, опять же, как будто бы обесцениваете, то есть, словно говоря, я вам выражаю свою тревогу или недовольство, да, или агрессию по поводу чего-то, а вы мне говорите, да, это-то из-за мамы. Понимаете, как? Вот, либо вы себе это пытаетесь объяснить, чтобы вот как-то своей реакции избежать. То есть, в чем здесь дело? Дело здесь в том, что этот факт, что вы понимаете, что, может быть, это из-за мамы или что он так реагирует на всех, позволяет вам чувствовать к мужчине не только реакцию на агрессию, которая у всех, в принципе, одинаковая. Вот. Вот. Но вы этого, скорее всего, не замечаете. Дальше. Вот вы пишете, видимо, все эти намёки от социо-промады сформировали у него такое умышление, что он во всём взглядит по-другому. Ах, нет. Здесь дело не в мышлении, здесь дело немножко в другом. Вот. Ну, а это в данном случае не важно. Сам если речь идёт право. Дальше. Я привыкла либо не говорить что-то, что считаю лишним, либо говорить прямо без намёков. Сама намёков от других не понимаю вообще. Ну... Как бы вам так сказать? Вот, создаётся впечатление, что вы такой прямолинейный, честный, открытый человек. А мы ещё такой вот, больше в таких полутонах. Ну, согласитесь, довольно очевидно, что когда всё хорошо, вы занимаете ведущую позицию, возможно, даже позицию родителя. Потому что вы пишете, я привыкла либо не говорить что-то, что считаю лишним, либо говорить прямо без намёков. То есть здесь догма, элемент догматического поведения у вас. А умучив вспышки агрессии. Дальше. Выматывает то, что непредсказуемо. Непредсказуемо для меня может вспилить на ровном месте. Из-за её руды, которую и обсуждать не стоит, а для него это очень важно. Так вы определитесь, для него это важно или это обсуждать не стоит. Может быть всё дело в том, что мужчина не чувствует, что кто-то разделяет его важность того, о чём он говорит, всё время пытается объяснить. Дело в том, что мы здесь говорим о проявлении параноидности. Это не параноидальность, это не пока что патология, мы говорим о варианте нормы. Мы говорим о параноике. Да? Параноике. Мы говорим здесь о параноике, ещё раз повторюсь, в рамках нормы. То есть, бывают параноики, а бывают параноидальный тип личности. Параноидальный тип личности является вариантом нормы и вариантом психически здорового человека. Но параноидность здесь является следствием того, что человека пытаются постоянно убедить в обрядности того, что он сам чувствует. На мой взгляд, будучи рациональным человеком, вы занимаетесь именно этим. Дальше. Вы говорите, выматывает. Расскажите, чем вас этому надывает. То есть, вас это как-то задевает или что. Будет долго, упорно вы снять отношения. Опять же, потому что, по-видимому, не получает от вас обратной связи. Либо не услышит вас. В первом случае, нужно менять модель поведения. В втором случае, ну, как бы, если человек вас не слышит, то вы решаетесь. Решайте сами. Хотите вы быть тем, кто вас слышит. Помимо этого, он злится, когда у вас что-то не получается, он мешает на мне. Это об очень простых бытовых вещах. Он что-то ранее разбился. Будет слово говорить, что это из-за меня, ругаться на меня. А вас это как-то задевало. И так мы живем 12 лет. Ну, так, как бы, это ваш выбор. Первый год он был спокойным, ни на что не злится. А что потом-то случилось? Ну, не произошло же это так, что вот прошел год, и он тут и начал злиться. Как-то это произошло? Я устал от выяснения отношений. Вы не устали, вы разочаровались. Но это немножко другое. Не хочу ничего выяснять, это ничего не дало за столько лет. Правильно, выяснения отношений ничего не дают. А вот выражение своих чувств дает. Только вы, собственно, с ума этого не делаете. Кроме выражения обиды. Терпеть грубости, когда его что-то бесит, когда он взрывается, не хочу. Что делать? А грубость ли это? Вам вопрос? Что делать, чтобы что? Как вести себя, чтобы что? Тома. Именно так зовут автора вопроса. Психологи не дают советов. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Можем провести консультацию вместе с вашим мужем. Можем помочь вашему мужу, если он считает проблемой свое состояние. Но мы не даем советов. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Кuzил причине!!! Продолжение следует...